Старт конкурсом профессионального мастерства был дан на коротком торжественном собрании, которое прошло в Ямбургском культурно-спортивном комплексе. Участников познакомили с членами конкурсной комиссии и регламентом проведения состязаний. Также конкурсы профессионального мастерства проводятся на уровне Пау-Газпрома, как правило называют их фестивали труда, это уже новая тенденция. Они проводят эти конкурсы среди большого количества профессий и представителей дочерних обществ. Первыми в борьбу за звание лучшего по профессии включились специалисты по охране труда. В состязаниях по этому направлению деятельности участвовали 20 представителей служб и филиалов компании. Вначале проверили знания теории, затем умение применять теорию на практике. Самые сложные вопросы у нас были в теории. Для выполнения практического задания были представлены формы. По этим формам необходимо было оформить документы. По сумме двух этапов наибольшее количество баллов набрал начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности, управления материально-технического снабжения и комплектации Александр Володин. Он стал лучшим специалистом по охране труда общества «Газпромдобыча Ямбург». Сложнее всего была практика, и не только для меня, но и для всех моих коллег. Потому что пришлось не только вспоминать, как это делать, но и, собственно, писать, чего мы давно уже все отвыкли, так как все работают на компьютере. Решающим в определении победителя конкурса название лучшего слесаря сантехника стало практическое задание. С теорией все соискатели справились отлично. А вот собрать без ошибок сложную трубную конструкцию с применением вентилей и байпаса не удалось почти никому. При наполнении систем водой все ошибки визуализировались в виде протечек, за что участники получали штрафные баллы. Так часто они не сталкиваются именно с таким заданием, потому что мы попытались в минимальном разрезе объема собрать все нюансы, которые попадают в сантехнику. Это и переходы, и уголки, и вентиля, и байпас. Безукоризненно собрать байпас и показать максимальное количество баллов по сумме двух этапов удалось работнику НГДУ Сергею Старшинову. Ему присвоено почетное звание лучшего слесаря сантехника общества «Газпромдобыча Ямбург». Практически ежедневно сталкиваемся с этим. Ну и как бы было сложно из-за того, что это было на время, но часто повторяющие операции дали результат. Традиционная схема конкурса, вначале теория, затем практика, была и у соискателей звания лучшего слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Впрочем, в ходе этого состязания первый этап не ограничился простым решением тестовых заданий. У нас надо раскрыть тему, надо рассказать о устройстве датчиков, о схемах автоматизации, о оборудовании пожарной сигнализации. Практическое задание – настройка локального контура регулирования температуры. На первый взгляд, задание несложное, но оно позволило конкурсантам продемонстрировать многие качества, которые должны быть присущи квалифицированным слесарям по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Точность, аккуратность, внимательность плюс самостоятельность, строгое соблюдение технологии и правил охраны труда – это критерии, по которым жюри оценивало выполнение работы. Все справились, но какие-то мелкие ошибки, недосчеты были. Где-то немножко температуру настроили, где-то не выставили правильно гистерезис, где-то ошиблись с подключением. Но в итоге все справились. В конкурсе участвовало 13 человек. 59 из 60 возможных баллов набрал работник 2-го промысла газопромыслового управления Ефим Волков. Конкурсная комиссия отдельно отметила и глубину теоретических знаний, и профессиональный подход к выполнению практического задания. Теперь Ефим Волков – лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике общества «Газпромдобыча Ямбург». Конкурс уготовился специально, да. За полторы недели были вопросы известны, то есть было время подготовиться, в принципе, вспомнить теорию. И на практику я тоже приезжал, готовился здесь. Конкурс названия лучшего оператора по добыче нефти и газа стал в этом году завершающим. Участвовало по три представителя от газопромыслового и нефтегазодобывающего управлений. В теории все показали хорошую подготовку. Максимальная разница не превысила полтора балла. В числовом выражении это от 26,5 до 28. Два участника справились с теорией на отлично, решающим фактором оказалось время. Практическое задание. Установка комплексной подготовки газа номер 3 Ямбурского месторождения. Конкурсантам необходимо вывести на эксплуатационный режим один абсорбер, а другой перевести в резерв. Подводные камни. Найти и устранить специально подготовленные неисправности. Особое внимание при оценивании, соблюдении технологических требований и требований охраны труда. Также участники продемонстрировали хорошие знания, справились достаточно хорошо, результаты были очень близки. Отличное знание всех технологических нюансов и требований охраны труда показал работник газового промысла 1В Ямбурского месторождения Юрий Левадный. По сумме двух этапов у него 55 баллов. Это лучший результат и, как итог, заслуженное звание лучшего оператора по добыче нефти и газа общества «Газпромдобыча Ямбург». Верю в себя, рассчитывал победить, но, опять же, первый раз участвую, и поэтому понимал, что опыт участия предыдущего будет ключевым фактором, и, если честно, сомневался, что выиграю. Но надеялся. Мы шли практически вровень, и я даже не знаю, что стало именно ключевым, что позволило мне победить, но соперники все достойные. Один из важных итогов конкурсов профессионального мастерства. Победители получили почетное право представлять общество «Газпромдобыча Ямбург» на профессиональных состязаниях среди дочерних компаний Большого Газпрома. За ходом конкурсов профессионального мастерства, которые состоялись на Ямбургском месторождении, следили корреспондент Юрий Григо и оператор Кирилл Мамонов.